Как трудоустроиться после окончания учебного заведения и на что могут рассчитывать выпускники? На вопросы студентов старших курсов 19 декабря отвечали специалисты Комитета по труду и занятости населения. Как реализовать свой творческий потенциал и применить теоретические знания на практике? И что необходимо сделать сразу после получения диплома о высшем образовании? Эти вопросы начинают волновать студентов задолго до выпуска. ВУЗ организует и различные профориентационные курсы, которые существуют для студентов. Создается центр, который помогает им в дальнейшем определиться и с выбором профессии. Область много делает сейчас для этого. И у нас открывается новое предприятие, где могут студенты потом в дальнейшем работать. Евгений Кочетов только на четвертом курсе, но уже задумывается о будущем трудоустройстве. На мероприятии узнал много информации, которая пригодится ему в поисках работы по профессии. По окончанию ВУЗа нужно пробовать вставать в кадровый резерв. То есть в администрацию Курской области, к примеру, можно через сайт зайти и встать. То есть даже нам рассказали о том, что это можно сделать перед дипломом и писать по этому дипломную работу. Высшее образование – это инвестиции в будущее. И государство молодых специалистов поддерживает. Широкий спектр действующих целевых программ направлен на сокращение количества безработных. За два года, когда у нас была стажировка, она себя хорошо проявила. Зарекомендовали эти мероприятия, пользовались успехом. За десятый год у нас около 1500-1400 человек прошли стажировку. В 2011 году у нас прошло 580 человек. Более половины молодых специалистов по окончании стажировки остались работать на предприятиях. В целом, в регионе ситуация на рынке труда сохраняет положительную динамику. Уровень зарегистрированной безработицы составляет чуть больше 1% и постепенно идет на убыль. Ирина Шашкова, Сергей Дорохов, Телеканал СЕИМ.